Как-то в гостях у матушки. Прошло несколько лет. Как-то зимой мне, недавно рукоположенному иеромонаху, надо было приехать в начинавшую тогда возрождаться Дивеевскую обитель. Закончив дела в монастыре, я сразу поспешил к матушке на лесную улицу. Но калитка у знакомого домика была заперта на большой замок. Это показалось мне странным, ведь матушка никуда не выходила. Ей к тому времени исполнилось уже девяносто два года. Подобрав пол и подрясника, я перемахнул через забор. На стук в дверь откликнулся голос матушки. Она сообщила, что ее теперь запирают в доме и даже ключа не дают. Посетителей так много, что идут они беспрерывно с утра до вечера. Но повидаться нам хотелось. Матушка открыла окошко, и я, как Ромео, проник в дом. «Тихон, я знаю, что ты уже поп». Это было первое, что сказала мне матушка. «Быстренько поисповедуй меня, а то я не могу у этих мирских попов исповедоваться». После исповеди матушка усадила меня за стол и начала хлопотать. Поджарила яичницу, разогрела картошку и вдруг вынула из-под стола бутылку со спиртом. «Мы дружили почти десять лет, и я даже представить не мог, что она способна прикоснуться к вину, а тут чистый спирт». «Ну как?» – спросила она, заметив мое изумление. «Я тебя раньше не смущала, боялась соблазнишься. А теперь ты уж большой священник, не осудишь. Это нам, старикам, иногда понемногу надо, чтоб кровь ходила». Она налила себе в стопочку граммов тридцать, предложила и мне, и с удовольствием выпила неразбавленный спирт. Это было для меня совершенно удивительно. Но приоткрыла еще одну грань жизни великой монахини. Жизни простыми арифметическими законами, непостигаемые.